20 минут о красивой жизни, приятных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Южно-Уральская книжная ярмарка – событие интеллектуальное, семейное, светское, а все потому, что организаторы постарались учесть интересы самой разной публики. Чем запомнится литературный фестиваль этого года, смотрите прямо сейчас. Более 40 мероприятий, встречи с известными российскими писателями, детская программа и показ фильмов на пленке. И это только малая часть всего, что за два дня происходило на Южно-Уральской книжной ярмарке. Ее история началась еще в 1999 году, однако в этот раз ее масштабы вышли далеко за пределы библиотеки. С 2015 года, в год литературы, ярмарка приобрела масштабный характер. И в 2004 год мы организуем, на наш взгляд, интереснейшие, крупнейшие события. Это настоящий праздник книги, чтения, это праздник для читателей, для авторов. И всем нравится общаться в формате творческих встреч, презентаций. Все уходит и с книгами, и с серьезными впечатлениями. Самое главное, что в этом году мы выходим в пространство городское. Мы вышли за пределы Челябинской универсальной научной библиотеки. И хотим, чтобы читатель сегодня... То есть мы максимально приближаемся к читателю. Хотим, чтобы читатель сегодня узнал, чем живет библиотека, чем она богата, и что читатель, в свою очередь, может получить от сегодняшней библиотеки. Центральным событием ярмарки стали встречи с известными российскими писателями, которые проходили в форме живого диалога. Самое интересное в читателях – это сами читатели. Вы никогда не угадаете, какие люди придут вам на встречу, и о чем они вас спросят. Наверное, я не вспомню самые интересные вопросы, потому что неинтересных практически не бывает, как не бывает неинтересных людей. Одно из самых сильных впечатлений – это на одну из встреч ко мне подошел мужчина, взрослый, уже седой, в общем, такой совсем-совсем не мальчик, и сказал, поблагодарил меня и сказал, что у него умерла мама, и если бы не моя книжка, он бы пережил это с большим трудом. Мне было очень приятно и радостно, что я смогла помочь хотя бы одному человеку своей книжкой. В первую очередь, это книги о необычных вещах, людях, существах, которые нас окружают, которые мы можем увидеть, но из-за нашей бытовой повседневности, из-за того, что мы привыкли к какому-то базовому набору поведений в своей обычной жизни. Он утром встал, очистил зубы, позавтракал, приехал на работу, отработал, вернулся домой, посмотрел телевизор, лег спать. И получается так иногда, что мимо нас проходят очень интересные события. Не потому что мы не хотим их видеть, а потому что мы просто их не замечаем именно из-за того, что разучились верить в чудеса. Там можно делать все, что угодно, то есть придумать любой мир, придумать любых героев, придумать им любые испытания. Он красочно необычно, не похожий на наш, то есть мне нравится все, что не похоже на вот окружающую серость. За два дня 4000 человек посетили самое масштабное литературное событие года, которое не оставило равнодушными поклонникам интеллектуального досуга. Рядовой воскресный шоппинг перестает быть рядовым, когда к делу подключаются профессиональные стилисты. Мастер-класс от гостей из столицы, презентация новых коллекций, обсуждение трендов, индивидуальные консультации и живое общение. Словом, шоппинг может стать настоящим событием. Подробности далее. Если дизайнеры презентуют свои идеи за год-полтора до наступления сезона, то модные клиентки подбирают гардероб непосредственно в сезон. А поскольку запутаться в обилии предложений довольно легко, необходима помощь стилиста. Астанда очень яркая, сама по себе харизматичная. Мне очень нравится ее подход и ее мягкость в работе с клиентом. Одна из позитивных тенденций сезона – возвращение к женственности. По мнению дизайнеров, не все в этой моде должно быть рационально. Хоть и сейчас в тренде casual, и вообще весь мир стремится к упрощению, потому что все мы живем в ритме большого города, те же дизайнеры, они, так скажем, поиграв во все это, приходят к тому, что женственность все равно важна. И вот сейчас мы можем убедиться, что в последних особенно коллекциях дизайнеров прослеживается больше вот этого женского флера. Если раньше костюм – это был просто костюм, то сейчас это действительно тренд. Мы видим практически в каждом модном доме свою интерпретацию модного костюма, который в любом случае каким-то образом подчеркивает женственные линии. Возвращается мода на костюмы, их сейчас будут носить не только деловые женщины, но и модные. Пиджак можно сочетать с брюками, с джинсами, с юбками, с романтическими, со спортивной обувью. Это все смотрится органично, очень стильно. Я думаю, что мир все-таки приходит к тому, что женщина должна оставаться женщиной. Немалую роль в возвращении женственности сыграли коллекции российских дизайнеров, которые наряду с итальянцами и французами успешны в том числе и в премиальном сегменте. Я недавно приехала из Италии, и в Италии с опасением говорят, что очень много российских дизайнеров появилось. И с интересными коллекциями наши дизайнеры выезжают уже в Европу. То есть они уже встали, можно сказать, на одну ступеньку с итальянскими дизайнерами. Один из главных вопросов, который часто задают покупатели, как принять в свой гардероб ультрамодные тренды и с чем сочетать эффектные авторские модели. Вот когда формируется тренд, и о нем заявляют, обычно это происходит где-то осенью, то есть в сентябре, когда показывают какую-то новую коллекцию, заявляют о каком-то тренде. Это сложно воспринять, потому что это какая-то новинка, и чаще всего это действительно очень такая сложная где-то подача, потому что все, что мы видим еще на подиуме, это шоу. И надо понимать, что это не всегда жизнеспособно. Важно потом отсмотреть. Если мы будем смотреть, если мы будем отсматривать, то есть смотреть именно, как можно замиксовать эту блестящую вещь, самый простой, мы со временем привыкаем. Для нас это уже не кажется сложным. Два часа модного интенсива от строгих деловых образов и элегантного кэжел до нарядов для особых случаев помогли сориентироваться в тенденциях и в теории, и на практике. Очень интересный, на самом деле, мастер-класс. Много можно всего использовать и деталей в новом сезоне. И мне очень понравилось сочетание клетки, что можно играть размером. То есть в одном образе может быть два, две структуры клетки. Нежные женственные платья. Скоро у нас Новый год. Так что есть модели, которые запали в душу. И, конечно же, видовые сейчас модные изделия. То есть есть что выбрать. Лично для меня это очень большой толчок к изменениям, к лучшему. Я вот здесь вот в этой примерочной плакала очень сильно. Было, потому что не подошло ничего. Сейчас мне подходит практически все. Я этому очень рада. Подойдет любой девушке абсолютно, любой женщине, любого размера. Мне кажется, все очень актуально и очень красиво. Я для себя подчеркнула, что можно надеть с широкими брюками жилет поверх. Потому что у меня есть классные широкие брюки. Но сверху их украсить жилетом никогда не приходило в голову. На аудитории очень теплая. Это читается вообще. Когда ты ведешь, я всегда смотрю в глаза. Мне важно, какой отклик идет. Отклик был хороший, потому что все смотрели, все улыбались, всем откликались. И мне, надо сказать, было очень приятно сегодня вести мастер-класс. Я надеюсь, что он оказался очень полезным. Новая коллекция одежды от «Уман Бессини» для офиса, деловых встреч и повседневной жизни. Проспект Ленина, 50, 266, 10, 99. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирово, 159. Работа визажиста весьма специфична. Время жизни профессионального макияжа – один день или один вечер. К счастью, все можно зафиксировать в цифре и в качестве своеобразного отчета представить в виде фотовыставки. Именно так сделали в студии макияжа «Френды», которая на днях отметила свое трехлетие. Эта выставка получила название «Три года в кадре». Работы разных авторов в стиле фэшн и бьюти объединяет не жанровая принадлежность, как это может показаться на первый взгляд, а то, что образы моделей создавались при участии команды визажистов под руководством Нины Романовой-Нарской. Когда я отучилась 12 лет назад, я сама для себя загадала, что у меня будет своя выставка. И, как обычно бывает, загадываешь и забываешь. А потом этим летом пришла вспышка, и я поняла, что пора. Очень много наработок, пора делиться с людьми, вдохновлять и подвести такую некую черту. Три года еще не юбилей, но уже очень много. Много испытаний, много шагов вперед. Здесь собраны и фотографии, которые были рождены в результате тандема. Просто ребят, которые горят своим делом. Просто фотографов, просто стилистов, просто визажиста, фрикмахера. Есть работы, которые готовились как афишек к значимым показам города Челябинска. Есть проекты, которые были рождены в ходе работы в студии. То есть здесь фотографии, я не могу выделить ни одну из них как любимую. В каждой из них моя душа, моя эмоция. И это то, как я вижу красоту, мир, женщину. Событие оказалось непросто, модным и светским. Поддержать автора пришли самые родные, близкие люди. Дорожусь своим ребенком, что она у меня такая красивая, общительная и творческий человек. Ну, конечно, я не ожидала, что вот она так поднимется. Потому что, ну, в принципе, первым моим ее учителем была я. Я вначале как-то воспринимала выставку как просто портреты. И когда Нина мне начала показывать свои работы, от одной работы к другой, как художественный образ, я увидела, что она просто художника. Причем ей свойственна гармония. То, что выражает лицо, подтверждает прическа и наряд. Я думаю, что если бы это было еще все цветное, то, наверное, это еще больше выиграло. Замечательно. Поэтому я думаю, что она нашла свое место в жизни. В программе «Вечер» презентация документального ролика на тему дружбы. Об отношениях, привязанностях и взаимопонимании рассказывают давние приятели и единомышленники студии «Френды». Мы очень близко дружим. Мы много работаем. И это так уникально, что ты можешь суперпрофессионалом, быть суперпрофессионалом на площадке и быть совершеннейшей, ну, скажем так, расслабленной девчонкой дома. Потому что это уникальное качество в ней, что она может и веселиться, и очень круто бахать, скажем так. Потому что это прям профиль. Мне кажется, такой тундем, мы понимаем друга с полуслова. И я просто прихожу, говорю, Нина, вот, нужно, например, вот это. И Нина все делает, и все прекрасно. Или в обратную сторону Нина ко мне приходит, говорит, нужно снять вот это. И все происходит. Кроме персон из мира фэшн, в друзьях у студии представители самых разных сфер. В их числе и руководитель благотворительного фонда «Искорка» Евгения Майорова. Для города, для нас с вами красивые вещи, красивые люди, красивые места. Это важно. Это наполняет эмоциями хорошими, красивыми, добрыми. И здорово, что Нина внесла вот такой благотворительный элемент в свою выставку. И мне кажется, это дополнило ее еще большим смыслом. Это очень здорово, когда успешные, красивые люди, красивые еще и изнутри. Благотворительность – это про красоту души. И у Нины она есть. За три года визажисты студии «Френды» приняли участие в десятках масштабных проектов. Успели поработать с лучшими моделями, фотографами, выпускницами, невестами, их мамами и подружками. Провели десятки мастер-классов, выпустили новых визажистов и не собираются останавливаться на достигнутом. В последние десятилетия в моде происходят интересные изменения. Знаменитые дома создают линии, рассчитанные на массового покупателя, в то время как демократичные бренды уделяют повышенное внимание качеству и сервису. Почему так происходит и как это работает, смотрите далее в выпуске. За последние лет 20 мода Челябинска с рынков и базаров шагнула в бутики, салоны одежды и торговые комплексы. На сегодняшний день конкуренция в сфере продажи одежды очень высокая, а клиент – требовательный. Именно это подталкивает профессиональных игроков рынка к профессиональному росту. Мастер-классы от стилистов и бизнес-тренинги, презентации новых коллекций непосредственно от представителей брендов, тайные покупатели и аттестации – все это выводит работу продавца-консультанта на новый уровень. Сервис может предоставить человек компетентный, человек, знающий о продукте, все от истории производства. Об этом мы же узнаем от живых людей, от представителей. Наши консультанты, наш коллектив пропитан этой информацией, которую привозят гости из Германии. Поэтому и рассказывая о продукте, это делается уверенно, естественно, они в этом живут. Девочки этим пропитаны, обсуждают, влюблены в этот продукт, носят сами этот продукт. Продавать одежду – это искусство, продавать одежду – это большая влюбленность. Это влюбленность в свой труд, это влюбленность в моду, это влюбленность в женщину. Очень важно, чтобы продавцы не только легко находили контакт с клиентами, но и разбирались в тенденциях, стилях, любили и понимали свое дело. Личный контакт с клиентами происходит. Все для своих, для любимых клиентов стараемся дать им самое лучшее. Мы каждого клиента пытаемся сделать своим, заинтересовать его, рассказать про салон, если кто-то в первый раз зашел к нам, про коллекции. Я вчера видела в салоне, как работал продавец с покупателем, и мне это очень понравилось, поскольку я попыталась подойти, покупательница меня не узнала и сказала, что я подожду продавца. То есть для меня это была очень высокой оценкой работы данного продавца-консультанта, потому что если клиент пришел к ней, и она понимает, что именно она выберет для нее нужную модель, именно она оденет ее так, как она считает, что она выйдет из салона и выглядеть прекрасно, это большая оценка. Концепция «продать любой ценой», популярная в сфере торговли в 90-е, вместе с ними же ушла в прошлое. Сегодня важны продолжительные отношения с клиентом, чтобы он по-настоящему радовался покупкам и всегда возвращался за новыми. Конкурентноспособность в наши дни – это когда форма и содержание одинаково важны. В честь 20-летия. В Тесуре скидка 10% на все. Только две недели. Салон тканей Тесура. На Тимирязева 26. Все сюжеты «Бьюти Тайм» в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда «Бьюти Тайм ТВ» благодарит партнеров проекта. Модный дом «Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой. «Бьюти Тайм»!» «Бьюти Тайм»!» Субтитры подогнал «Симон»